Это был лишь вопрос времени. Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть границы для россиян. В интервью The Washington Post глава государства сказал, самые важные санкции это закрыть границы, потому что россияне захватывают чужую территорию. Пусть они живут в своем собственном мире, пока не поменяют свою философию. По мнению Зеленского, эта мера должна затронуть в том числе и тех россиян, которые покинули страну из-за несогласия с войной в Украине. К этому же тезису подключилась премьер-министр Эстонии Кая Калас, которая призвала страны Европейского Союза прекратить выдавать россиянам шенгенские визы. Если эти слова станут реальностью, то россиян ожидают не самые веселые времена. К тому же это ограничение затронет не один миллион россиян. Посмотрим на фактаж и цифры. Граждане России с января по март 2022 года совершили около 4 миллионов поездок за границу, пишет коммерсант. При этом же за этот период 157 тысяч человек посетили Финляндию и 125 тысяч – Эстонию. В мирное же время и то пандемии Европу посещало от 5 миллионов российских туристов, пишут известия. А вот данные от Ассоциации туроператоров. Так, до начала пандемии в Италию отправлялось 1 миллион 300 тысяч российских туристов, в Германию на 100 тысяч больше, 1 миллион 400 тысяч туристов, в Испанию 1 миллион, на Кипр – 900 тысяч, в Грецию – почти 800 тысяч, в Чехии – более 500 тысяч, в Великобританию – 300 тысяч. И это только туризм. К этому же числу нужно приплюсовать сотни тысяч людей, которые имеют родственные связи в странах Запада, получают образование за границей, просто не хотят жить в России или же другие причины. Россия становится страной-изгоем. Возможно, сейчас именно то время, пока еще границы открыты, бежать из России. Путин говорит о величии, но мир захлопывает двери перед носом россиян. Какое же это величие? Это будет очень сильный удар по престижу России. Какой смысл в российском величии, если для всех россиян и их детей в странах Запада будут закрыты двери? Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил канцлеру Германии Олафу Шольцу, ранее заявившему, что он с трудом представляет прекращение выдачи виз россиянам, поскольку ответственность за вторжение несет российское руководство, а не простые граждане. Кулеба же заявил, что война в Украине – это не война Путина, а война всей России. Не Путин, а российские солдаты приезжают из России, чтобы убивать, пытать и уничтожать. Подавляющее большинство россиян поддерживают войну, приветствуя российские удары по украинским городам и убийства украинцев. Пусть тогда российские туристы наслаждаются Россией. В среду официальный представитель правительства ФРГ Штефен Хебештрайт заявил, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение и будет рассмотрено на саммите ЕС в конце августа. Россия станет страной-изгоем. И уже есть конкретные результаты. Латвия признала Российскую Федерацию страной-спонсором терроризма и приостановила выдачу туристических и других виз гражданам России и Беларуси. Эстония перестанет пускать россиян по выданным ею шенгенским визам с 18 августа. Все впереди. Украина не забудет преступлений российских граждан и не простит.